Всем привет! Вы на канале издательства Rossman и это первое видео в 2021 году. Поздравляю, он наступил! И если декабрь – это месяц подведения итогов, то январь, конечно же, это месяц планирования следующего года. И именно процессу планинга посвящено это видео. В нашем издательстве вышел новый Bullet Journal от Марии Шейк, который наверняка вам известен. Мария Шейк стала одним из самых первых блогеров в русском ютубе, который взялся всерьез за тему буллетов. Именно по мануалам от Маши наверняка многие из нас осваивали эту идею планирования в точке, планирования по более гибкой системе, креативного планирования, как только не называют Bullet Journal. Да, это планер, личный дневник, блокнот для мысли и просто островок творчества. И все под одной обложкой. Сегодня мы вместе с вами попробуем распланировать 2021 год на примере этого самого буллета. Не переключайтесь, в конце вас ждет розыгрыш трех буллетов от Росман. Итак, начало года, январь. Перед вами совершенно новый ежедневник. Согласитесь, это всегда немножко волшебство. А если перед вами не простой ежедневник, а Bullet Journal, мы с вами понимаем, что это возможность превратить тетрадь перед нами и в личный дневник, и в планинг, и просто в островок творчества. Открываем его, и на первой страничке мы видим инструкцию от создателя буллета. Если вы впервые ведете ежедневник системе Bullet Journal, эта ваша страничка должна быть стартовой во всей системе. Здесь есть инструкция, а как же им пользоваться. Справа вы видите ключи, то есть это те условные обозначения, которыми вы должны будете помечать выполненность или невыполненность задач или половинчатость выполненности. Изучите внимательно инструкцию и посмотрите, в принципе, о наполнении. Здесь, в частности, от Маши Шейк вступительное слово, в котором она рассказывает, а что такое коллекции, как с ними работать, как работать с календарем на целый год. И к календарю на год мы с вами и переходим. Очень хорошо в начале каждого года видеть перед собой разворот целого года. Что это нам дает? Мы понимаем общий план дел на грядущие 365 дней. Сразу вы можете, как минимум, расписать месяц. Обратить внимание, кстати, что в шаблоне они пустые, то есть вы можете начинать вести Bullet Journal абсолютно с любого месяца. Если в январе вы недостаточно проснулись, просто открывайте Bullet в феврале. И точно также проставляйте даты, как это делаем сейчас мы. Следующим вашим шагом может быть проставление, например, памятных для вас дат. Это дни рождения родственников или друзей. Может быть, какие-то мероприятия, на которые вы совершенно точно знаете, что пойдете в течение года. Также здесь есть шанс отметить какие-то крупные проекты, начало которых вы уже себе представляете, а окончание будет зависеть от событий года. После того, как вы поработали с годом, самое время переходить к планам и целям либо на год, либо на квартал. Тут уж как вам удобнее планировать. В частности, здесь мы видим целый разворот, посвященный этим самым планам и целям. Также везде отмечена датировка с и по. Вспомните какой-то ключевой проект года, на котором вы хотите начать работать прямо сейчас. Отметьте его как план. А чтобы ваш план превратился в цель, не забудьте проставить дату начала и желательного окончания этого плана. Кстати, обратите внимание, в самом низу разворотов есть мотивационные цитаты от Маши. Если хочешь свернуть горы, начинай с маленьких камешков. Это, кстати, известная аксиома всех людей, которые увлекаются планированием. Дорогу осилит идущий, большая дорога начинается с маленького шага и так далее. Обязательно помечайте себе второстепенные и дополнительные задачи. То есть это тот круг задач, который не входит в самые главные ключевые планы на год. Не забывайте и о них тоже. И еще какая-то часть с планами и целями у нас продолжает встречаться. И вот мы переходим к коллекциям. И, конечно, для основной части нашей аудитории именно эта коллекция является самой важной. Это коллекция книг, которые мы планируем читать, либо которые мы прочли в течение года. Чем хорош буллет, это не только ваша возможность планировать в начале года, но и делать осознанно какие-то вещи. Вы прочли книгу, вы записали ее в специальный дневничок, который вы видите справа на развороте прочитанные книги. Не забывайте отмечать автора прочитанной книги, ее название, страницу, начало и конец вашего чтения и общую оценку. Придумайте себе, например, десятибальную шкалу оценок и оценивайте каждую прочитанную книгу. Слева на развороте вы видите более креативный способ ведения книгопланов. Книжная полка. То есть вы можете прямо сейчас прописать себе книги, которые вы хотите прочитать в текущем году. Вы видите, да, нарисованные книжные полки. Вы можете прямо сейчас карандашиком, например, наметить себе книги, которые хотите прочесть. А после того, как вы книгу прочтете, можете смело стирать карандашик и писать ее уже ручкой. Либо вы можете после того, как какую-то книгу прочесть, прочтете просто постфактум вносить ее в этот симпатичный планчик. В конце года это выглядит особенно красиво, как будто у вас появляется собственная визуальная такая визуализированная полка прочитанных книг. Даже если какие-то книги вы читаете электронно, она у вас все равно будет присутствовать. Ага, еще один любимый разворот – это, конечно, наш киноразворот. Сериалы. А что вы планируете посмотреть? Вы можете сюда наметить какие-то интересные сериалы, о старте которых знаете. Либо здесь даже могут быть целые сезоны. Вы можете отмечать сезоны и смотреть, когда они выходят, тоже помечать, когда именно какой сезон выходит, что вы хотите посмотреть. И в течение года смотреть и не забывать возвращаться к буллиту, чтобы отмечать просмотренное. На развороте справа буллит предлагает вам зафиксировать не только сериалы, но и даты старта ключевых серий, что тоже бывает очень важно знать, когда, в какой день забивать себе свободный вечер для просмотра серии. Фильмы. Куда же без фильмов, если есть сериалы? Конечно, никуда. Здесь тоже небольшой разворот, который посвящен именно фильмам. Пожалуйста, помечайте те фильмы, на которые сходите в киношку или посмотрите дома, оценивайте их, понравилось или нет. А в развороте справа – это еще один очень интересный формат буллит-джорнала, список желаний. Сюда вы можете помечать те вещи, которые вам вроде бы хотелось бы, но пока что они не переросли в конкретные цели, то есть у вас по ним нету, скажем, конкретных дат выполнения, может быть, даже вы пока не знаете, как к ним приступить. То есть, по сути, это пока еще не план, это ваше желание. А что вы хотите? Фиксируйте на этом развороте, и мотивационная фразочка «мечты, созданные для того, чтобы сбываться» вам в помощи. Но не забывайте, что мечты все-таки сбывались. Переверните на пару разворотов назад и сделайте из мечты план с конкретным датой начала. А дальше перед вами несколько пустых разворотов, и это очень важно, потому что буллит не просто предлагает вам заполнить нарисованные развороты, но и предлагает вам упражняться в собственной нарисовке своих разворотов. Вы можете создавать как креативные развороты с картиночками, ну, так и самые обычные. Может быть, в какой-то из дней вам надо просто написать быстрый список покупок, и тогда эти пустые развороты вам в помощь. А мы переходим к следующему тоже очень интересному планированию месяцев. Месяцы, кстати, обратить внимание, тоже не помечены конкретным месяцам, январем или февралем. То есть, вы можете начинать планировать любого понравившегося вам месяца. В первую очередь заполните календарную сетку, сопоставляя с днями недели. Смотрим на разворот справа. Важные даты, планы на месяц, списки покупок, книги. По сути, это ваше планирование месяца. Это попытка осознанно его провести. Пожалуйста, зафиксируйте уже в самом начале месяца ваши планы на него. Не только четко планы по дням, но и планы на то, что вы должны сделать. Список покупок, что необходимо купить. И здесь обратите внимание, что надо также пытаться сводить бюджеты. То есть, мы с вами, как люди осознанные, на каждый месяц выделяем себе определенное количество средств. И в этой графе у вас есть возможность как раз прописать свой бюджет и посмотреть, а сходится ли он с вашими желаниями. И книги, конечно, проставляйте, а что вы запланировали себе прочесть в этом месяце. И еще одна мотивашка – развивайся, пока другие просто тратят время. Идем дальше. Трекер привычек наверняка всем хорошо знакомый. Каждый из нас хотел бы выработать в себе какое-то полезное дело на постоянной основе. Как известно, чтобы привычка осталась с нами и зафиксировалась где-то в чертогах нашего подсознания, необходимо какое-то вещь, какое-то дело выполнять в течение 21 дня. Или в течение 21 подхода, если это невозможно сделать каждый день. Так вот, трекер привычек в первую очередь призван как раз осознанно свои привычки привносить в эту жизнь и фиксировать. Очень приятно каждый день, знаете ли, что-нибудь фиксировать. Вот и я поднял гантельку 15 раз, зафиксировал, поставил себе галочку, что я это сделал. Я очень осознан и великолепен. Пойду гулять. В общем, подумайте, какие из привычек вы хотели бы в этом году привнести в свою жизнь, чтобы как-то развиваться, развить свою личность, ну или просто от чего-то избавиться. Ну что же, трекер привычек тоже поможет вам это сделать. Откажитесь от пиццы по субботу, скажу я вам, например, потому что после января-февраля приходит ма-а-а-лт. Трекер привычек, вы знаете, что с этим делать. Дальше снова идет какая-то часть незаполненных разворотов, опять-таки для вас. И смотрим следующие, а это неделя. Да, логично, мы сужаем горизонт планирования. Сначала распланировали год, потом месяц и теперь время за неделей. Что нам предлагает в этом плане буллет? Смотрим. Ну, во-первых, маркируйте неделю, проставьте дни недели, даты, месяц. И смотрим на приоритеты недели, что необходимо сделать вот сейчас, прям в эти 7 дней. Проставляем. Также соотносим этот список недели со списком на месяц. А месяц, в свою очередь, не забывайте соотносить со списком на год. Что почитать, посмотреть, изучить. Кстати, насчет обучения буллет грандиозно, помогает нам учиться. Не забывайте вписывать те курсы, вебинары, прямые эфиры, книги, конечно же, курсы, которые вы хотели бы в этом году освоить. Также смотрите на список покупок, которые нам предлагают заполнить буллет. И меню на неделю. Это станет особенно полезно, если вы придерживаетесь какого-то особенного меню. Вы ПП, вы худеете, вы толстеете, вы что угодно. Это все как раз вот сюда. И на правом развороте мы видим более детализированную возможность разобрать каждый день с понедельника по воскресенье. Опираясь на планы с левого разворота, попробуйте на плане правого разворота просто все ваши задачи разнести по дням, чтобы знать, когда точно и чем мы заняты. Еще один вариант недели. Вы можете заполнить как предыдущую, так и эту. А лучше заполняйте все сразу, потому что недель в месяц у нас, как известно, не менее 4. Еще один вариант. Кстати, обратите внимание, здесь очень интересный формат планирования недели. Run, please. Это бегущий список. Тоже интересно очень писать. Например, вот смотрите. Мы запишем здесь несколько дел. И потом в течение недели мы помечаем, в какой из дней мы будем что-то делать. Например, для читать по 10 страниц мы выбираем понедельник и выбери, Надежда, же еще какой-то день. Прописываем еще делом помыть посуду. Для такого сложного занятия, как помыть посуду, мы, например, выбираем также понедельник. Ага, уже сейчас мы видим с вами, что у нас на понедельник, однако, крайне сложный день. Нам надо и почитать 10 страниц и вымыть посуду. И мы уже пририсовали стрелочку, то есть это означает, что формат задачи помыть посуду мы можем перенести с вами на среду, если в понедельник с этим не сложится. И точно так же вы продолжаете планировать дела в необходимом вам количестве и просто их расставлять по дням, когда это будет удобно выполнить. Внизу вам подсказочка, а как составлять маркировки бегущего списка, так, чтобы вам было понятно и чтобы он был максимально эффективен. Чем еще очень удобен бегущий список, тем, что мы можем соотносить, какие дела удобно выполнить. Например, если у нас есть такое дело, как купить кошке корм, и есть такое дело, как подстричься. И мы понимаем, что и парикмахерская, и зоомагазин находятся на одной станции метро. Вот мы и ставим эти два дела на один и тот же день, потому что логично, что нам будет удобно выполнить. То есть это немножко другая визуализация нашего списка дел на неделю, и благодаря этому мы, возможно, сможем их более эффективно спланировать. И еще неделя с пустым разворотом. Обратите внимание, может быть вам удобно вообще не опираться на наши предложения, а сделать какой-то свой собственный план к неделе. И вот к нам подкрался следующий месяц. После того, как вы планировали, планировали, а планировали с предыдущей четыре недели, к вам подошел следующий месяц. Кстати, мой вам личный совет, не забывайте проанализировать уходящий месяц. Просмотрите, какие дела вы сделали в течение недели. Если какие-то остались незавершенными, перенесите их на следующий месяц. И здесь мы видим месяц уже немножко в другом макете, в другой визуализации. Но, в принципе, ключевые блоки остались теми же самыми. Это планы на месяц, важные даты и мотивашка. Раскидывайте что угодно, куда угодно. Главное, не забывайте потом все это выполнять. Идем дальше. Трекер привычек снова нас настиг. И дальше пустые развороты. Это для гибкого планирования. И вот мы снова видим недели. То есть после того месяца распланированного, новые недели. Идем дальше. Здесь мы, по сути, вам все рассказали. Точно так же по аналогии заполняйте и их. Посмотрите, какие разнообразные макеты предлагает Bullet для заполнения. Просто красота какая-то. Давайте просто его полистаем вместе и насладимся. Ну что же, дорогие друзья, надеюсь, вы вдохновились самой темой ведения Bullet Journal. И какие-то макеты, может быть, вам подсказали свои собственные визуализации. И мой вам совет, не забывайте возвращаться к планированному в конце периода. Распланировали, что-то сделали, посмотрели, проанализировали, насколько это было успешно. Ну и особый кайф, когда в декабре этого года вы будете листать весь Bullet. И смотреть, какими же осознанными или просто увлеченными вы были. Потому что не забывайте, буллеты и, в принципе, ежедневники, это не только про осознанность, это еще и возможность провести время с самими собой. Это свидание с собой. Я отношусь к буллетам именно так. Если мне хочется расслабиться, я беру буллеты, чего-нибудь в нем рисую, пишу, заполняю. Ну что, я надеюсь, вы вдохновились нашим рассказом о планировании и жаждете получить к себе один из экземпляров нашего Bullet Journal. Что необходимо сделать? Как всегда, быть подписанным на наш канал, поставить лайк этому видео и в комментариях написать, а как вы планируете свой год и, в принципе, делаете ли вы это. До встречи в следующих видео в 2021 году.